Это шикарное здание в византийском стиле, это французское посольство. Сегодня здесь огромные мероприятия. Журнал Forbes устраивает выставку из художников в Парижском музее, в центре Попеду, и по этому случаю здесь выступали люди, здесь был сам Николай Услов. Им еще видно Ольга Савинова, все эти люди здесь. Здесь был, конечно же, Репутс. Чем отличаются вечеринки посольства от вечеринок другого суда? В посольстве, как правило, все очень потрясны, все очень шикарны, все очень посвящено, люди все образованы, все красиво одеты. Репутс – это необычно бэйптайм, и, например, в художнике они одеты вовсе не бэйптайм, они как обычные рубашки, в общем-то такие же как дамы. Европа сейчас демократизирована, и человек в руки одевается очень просто. Поэтому, пожалуйста, если специально не указано, что это бэйптайм, можно прийти в коктейльной одежде. И, в общем-то, пэжуал – это один из стилей, в который можно прийти на светские коктейли. Почему русское искусство в центре пропадут? Дело в том, что русское искусство всегда задавало тон Европы и Америки, и русские художники, начиная с 20 века, начиная с авангарда, задавали тон всему искусству, которое проходило в мире, и это происходит до сих пор. Русское искусство, оно очень влиятельное, русских художников, они приняты во всем мире, поэтому это важно, и это актуально. И поэтому это все происходит здесь, поэтому этому подается такое большое значение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok